Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Очень стесняюсь своего голоса, кажется, что я шепелявлю, хотя окружающие не слышат, но это очень мешает в общении. Как избавиться от этого комплекса? Спасибо. Такой нам задают вопрос. Ну, что здесь хочется сказать? Вот. Наверное, в первую очередь, что здесь хочется сказать, это то, что... Вот прям самое-самое-самое первое, что хочется сказать, это то, что... Вы уделяете, как бы, слишком много этому внимания, как будто бы. То есть, как будто бы для вас, вот, общение. Это, ну, вот, ни много, ни мало, да, только вот попытка проверить или подтвердить. Наличие у вас каких-то, ну, сложностей, наличие у вас каких-то трудностей, наличие у вас каких-то проблем. Я бы так это сказал. Здесь, на мой взгляд, возникает такая вот, ну, такая сложность, что вы, как бы, сами, вы само, само общение оставляете за, ну, за скобками. То есть, то есть, само общение, да, оно, как будто бы уже становится не таким важным. Вот. Понимаете, да? Какая, какая здесь, получается, штука. И, конечно, это не может не влиять на контакт, не может не влиять на взаимодействие, не может не влиять на общение. То есть, ну, вы как-то себе задайте вопрос. Я вот общаюсь-то, как бы, зачем? Я общаюсь-то, как бы, вот, вообще для чего? А так ли мне интересно само общение в таком, ну, в таком случае и при таком раскладе? Потому что, вполне может быть, что, ну, вам, просто вот само по себе общение, да, оно не так интересно. Конечно, это не значит, что оно вам не интересно вообще, оно вам может быть интересно. Но, как, как-то вот, вы этому, судя по всему, внимание это особо не придаёте. Второй момент заключается в том, что вы, что вы себя обесцениваете. То есть, у вас здесь, как бы, ну, просто вот отсутствует то, что я мог бы назвать, как бы так сказать. У вас отсутствует, ну, любовь к себе, то есть вы, вот, себя обесцениваете. И это нужно культивировать, то есть нужно культивировать, вот, ну, такое, я бы сказал, ну, позитивное, что ли, отношение к себе. Да? По крайней мере, из того, что вы описываете, как-то не особо следует, что в вас это есть. Это на самом деле очень грустно, потому что вы, как и любой человек, достойны того, чтобы себя любить. Вы, как и любой человек, достойны того, чтобы себя ценить. Вы, как и любой человек, достойны того, чтобы себя уважать. Вы, как и любой человек, достойны того, чтобы относиться к себе корректно, хорошо, позитивно. Вот. А не вот, как бы, обесценивать себя. Считаю, что факт наличия у вас некоторых трудностей с голосом, да, факт наличия у вас некоторых особенностей голоса, ну, делает вас какой-то вот не такой, какой-то неправильный, какой-то дефектный. Тут нужно понимать, что, вообще-то, привязка к голосу, она является чисто формальной. Ну, потому что вы, как бы, зацепились вот за какой-то, в кавычках, объективный факт. И, соответственно, на нём центрируетесь, на нём фиксируетесь и так далее. Ну, правда, правда в том, что, ну, не будь у вас этой проблемы, да, не будь у вас этого факта, вы бы нашли какой-то другой, какой-то другой факт вы бы всё равно нашли. Потому что, если человек себя как-то обесценивает, да, если человек к себе относится как-то вот так вот негативно, да, если человек, ну, ну, воспринимает себя как-то нехорошо, вот, то, как бы тут, на самом деле, тут, на самом деле, не важны какие-то факторы, да, тут не важны какие-то вот конкретные моменты. Тут, тут больше важно именно, что вы, ну, по факту, да, готовы, вот, себя, ну, как бы, ну, как бы, бичевать, вот. Вы готовы себя бичевать. А если вы готовы, ну, вот, если вы готовы себя бичевать, да, то вы охотно, так скажем, будете это делать. Вот, ну, просто, 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 просто потому что, просто потому что, вот, будете, будете и всё. Вот, поэтому я бы, я бы здесь, конечно, обратил бы на это внимание. Самое, что, самое, что ни на есть. Пристальное, самое, что ни на есть, в основном. Потому что вам это мешает. Очень сильно. Мешает. Вот. Такой ответ я мог бы вам сейчас дать. И, вообще-то говоря, это хороший такой запрос на психотерапию. Это хороший такой, хороший повод пойти на психотерапию, заняться собой. Вот. Ну, заняться своим психологическим здоровьем, да, несколько. Вот. Поправить, поправить его, свое, свое, свое здоровье, я имею в виду. Вот. Ну, а делать это понятно, что лучше всего со специалистом. Вот. Настоятельно вы, скорее всего, сделать этого не сможете. Вот. Вот. Так я бы вам ответил сейчас. С точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи! 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 Удачи!